Вот-вот в Харстоуне наступит Новый Год, и вместе с ним уже по традиции произойдет ротация сетов карт, и карта из дополнения «Экспедиция Вунгора», «Рыцарь Лезьного Трона» и «Кобальда и Катакомбы» покинут стандартный формат. Очевидно, такие изменения очень сильно затронут большинство уже устоявшихся колод, и мета в новом году будет кардинально отличаться от того, что мы имеем сейчас. И в этом ролике мы с вами поговорим о 10 самых значимых картах, которые покинут стандартный формат, и вместе с собой заберут не просто добрую часть силы колод, в которых они игрались, но и целые архетипы. Но если ролик вам понравится и окажется полезным, буду очень благодарен лайку и подписке на канал. А за микрофоном, как всегда, плагиат, и мы начинаем. Однако перед тем, как мы непосредственно перейдем к топу, хотел бы порекомендовать вам Mobile Royale, масштабную сетевую игру для любителей онлайн-стратегии на Android и iOS. В игре вы сможете развить свой город, торговать с другими игроками при помощи специальных дирижаблей, создать армию из многочисленных отрядов для того, чтобы поучаствовать в довольно неплохо проработанных сражениях с реалистичными стратегическими действиями, и даже завести и обучить собственного дракона, который сможет атаковать разными стихиями, и всегда будет готов защитить ваше королевство или спалить дотла вражеская. Игра также позволит вам завести друзей по всему миру и с их помощью получать больше ресурсов, защиту и поддержку в боях. В общем, экшена и интереса этой игре не занимать. Не говоря уже о том, что при первой регистрации вы получите кучу бонусов, от редких материалов до легендарных сундуков. Если уже не терпится попробовать, Mobile Royale вы сможете скачать в Google Play App Store по ссылкам в описании. Что ж, начнем с самого первого из трех уходящих дополнений, а именно Путешествие Вунгора. Из карты этого сета соответственно. Первой, очевидно, хочется отметить легендарную классовую карту паладина, Хранителя Солнца Тарима. Не знаю, насколько хорошо у него получается хранить солнце, но вот хранить винрейт всех колод паладина за год ворона у него получилось нереально круто. Забавно то, что даже несмотря на условное разделение колод паладина на четные и нечетные, эта легендарка играла везде. Во многом благодаря Защитнику Холмов. Почему же Тарим оказался настолько хорош, что с момента своего выхода в Вунгора не оставил ни одну, практически ни одну колоду паладина, независимо от архетипа, без своего присутствия. Дело, естественно, в универсальности эффекта этой карты. Она может как невероятно усилить ваш стол, так и дебафнуть любое вражеское супержирное существо. И, ко всему прочему, еще и имеет провокацию с крайне хитрыми статами, которые требуют чуть больше, чем два удара вражеских 3-3 существ для пробития. И именно благодаря своей универсальности Тарим и оказался одной из определяющих карт паладина в прошлом году. И, наверное, даже заслужил свое место наряду Сильваны, Рагнароса и Лазурного Дракона. Второй картой, которая также относится к сету карт Унгора, я выбрал Лиру Осколок Солнца. Для некоторых жрецов фразы рандомата весело в сочетании с Лирой сделали уж слишком много. По факту, использовав эту карту в любой колоде, жрец может просто зарандомив нужное заклинание выиграть любую игру. Такой вот своеобразный класс в Йоксарон. Но если без стеба, то Лира с момента выхода получила огромное распространение в колодах жреца и сохранила свое присутствие и по сей день. Как только она вышла, она даже образовала вокруг себя целый архетип, который называется Миракл Жрец. Правда, долго эта колода не продержалась, так как, в отличие от Миракл Разбойницы, эффект Лиры куда более рандомный. Благодаря тому, что Лира — это карта с невероятным потенциалом генерации ценностей, частенько можно было увидеть, как в решающих моментах, не без помощи элементалей жреца, конечно, получалось зарандомить пару лишних взрывов разума и прочей дичи, которая налегке вытаскивала жрецов даже из самых сложных ситуаций. Поэтому на протяжении целого года Лира активно использовалась в почти каждой колоде жреца. И теперь, когда она пропадет из стандартного формата, жрецы уже не будут так забавно развлекаться. И абсурдных моментов как в рейтинге, так и на турнирах станет куда меньше. Хорошо это или плохо — решать вам. Следующая карта, а точнее целый отдельный вид карт — это задачи или квесты. Механика, введенная в Унгора. Не будем проходиться по всем квестам по отдельности, потому что далеко не каждый из них на протяжении года Ворона проявил себя как жесткая имба. Как вы уже заметили, по заднему фону на первый план я выставил квест Разбойницы. Потому что именно он стал поразительным феноменом. Первой картой за всю историю ХСа, которая после двух, двух нерфов Карл продолжила играть, и колода с ней потеряла не такой уж и большой процент винрейта. Ввод задач подразумевал под собой создание колод вокруг этих самых квестов. Однако, мне кажется, Близзы даже близко не ожидали, насколько имбовыми могут стать созданные таким образом колоды. Квест Разбойницы из них будет несомненным лидером. Дальше я бы расположил квест Воина. Ведь Сердце Огненного Венца с самого выхода, ну, конечно, не без взлетов и падений, но как квест продержался до ротации. Хоть я лично его и недолюбливаю, за рандом. Все-таки, как бы я не любил карточные игры, подбрасывание монетки — это не моя сильная сторона. Остальные задачи я расставлять по рейсингу не стану, так как они не внесли столько импакта, сколько это сделали два вышеописных квеста. Однако, что-то общее есть у всех карт заданий. А именно то, что с ротацией и все архетипы, построенные вокруг них, уйдут из стандартного формата. Я бы не сказал, что квесты конкретно повлияли на ХС в 2018 году, однако было весело получать невероятно сильные награды за выполнение отдельных задач по ходу игры. Но, как и всегда, Харстоун и его механики развиваются и не стоят на месте. И поэтому выражение «ничто не вечно» здесь подойдет как никогда, кстати. Теперь перейдем к картам Рысаря Лезяного Трона. Если вы думали, что мы начнем с Короля Лича, то не тут-то было. Как его только и называли. Доктор 2. Имба. Причина, по которой я удалил ХС. Почему он всегда приходит оппоненту на втором. Одним словом, в скобочках двумя, принц Келесет. Один из трех принцев, который реально заиграл и неплохо так переработал мету ХСа в 2018 году. Если мне не изменяет память, Келесет со своим имбовым эффектом, который позволял вам без проблем делать размены, даже если карты у вас с оппонентом были абсолютно одинаковые, успел побывать во всех колодах всех классов. Однако закрепить свои позиции в последнее время он смог в Разбойнице и Чернокнижнике. А иногда и вовсе появлялся в Контроль Маги и прочих Контроль Колодах, которым отсутствие карт за две маны не особо повредило. Если вы играли в ХС на протяжении конца 2017-2018 года, думаю, вам и без слов понятно, почему Келесет находится в этом топе. Ведь такой эффект для общей легендарной карты, мягко говоря, чересчур выходит за рамки адекватности, даже несмотря на вывод всех карт за две маны. Надеюсь, этот ролик будет последним местом, где вы встретите эту карту. И с ротацией, и подобных бафов целой колоды, которые моментально сводили всевозможные размены с оппонентом на нет, мы не встретим. Шестое место, как и в случае с квестами, занимает сразу несколько карт, которые я скомпилировал, чтобы топ-10 не превратился в топ-20+. И как вы уже наверняка догадались по арту Ловчего Смерти Рексара, речь пойдет о Рысарях Смерти, или сокращенно ДК. Опять же, не все Рысари Смерти оказались нереальной имбой, без которых класс ни в какую не мог играть в мете с хорошим винрейтом. Однако, даже несмотря на это, не обошлось без имб, которые стали бичом игры на 2018 год. Первое место из всех этих имб, очевидно, займет Ловчий Смерти, со своими нереально сильными раскопками, и тем, что своей силой героя он давал ну слишком много ценностей, что позволяло Охотникам в году Ворона без проблем справляться с контроль-ориентированными колодами, типа контроль воина, мага и жреца. Настолько без проблем, что даже если остальные 29 карт в колоде заточены под агрессивный стиль игры, было все равно. Еще один ДК, который давал нереальное преимущество в поздней игре, это ДК Мага и Аджор с элементалями, которые не позволяли пробить лицо. Однако, был еще один ДК, который до выхода при бомбаске из стандартного формата вкупе с некоторыми нерфами, в свое время аннигилировал Ладдер. И это темный ждец Андуин. Плюс раза, конечно же. Если вы еще, конечно, помните эти 40 плюс урона за один ход, благодаря силе героя за 0 маны. Также, своего упоминания за этот год, очевидно, удостоился кровопийца Гул'дан со своей имбовой силой героя и иногда нереально опасным боевым кличем, который увеличивал ценность отдельных демонов в 2 раза. Остальные ДК не внесли так много импакта в игру. Да, ДК Паладина создал целый новый архетип Экзодия Паладина. Трална немного продлил жизнь шамана на эволюции, а Друид просто прокачал с собой все колоды. Но сравниться с первыми четырьмя они вряд ли смогли. Я лично рад уходу ДК, так как они мне изрядно надоели своей чрезмерной силой, и думаю, большинство игроков со мной согласятся. Да, карты героя это круто, но о балансе лучше не забывать, иначе весь интерес от концепта превращается в ненависть к Мете из-за его самого. Еще одна карта из Рисса Лезяного Трона, об уходе которой каждый игрок хотя бы немного взгрустнет, это Король Лич. Ключевая для лора Варкрафта персона успела побывать во всех колодах и, наверное, во всех коллекциях, ведь как можно было устоять перед его крафтом? Добротная нейтральная легендарка вернула в игру большое количество игроков, столько не своим эффектом, сколько своим бэкграундом в Варкрафте. И в некоторых колодах Лич вписался очень даже неплохо. Это я об архетипах с тяжелыми существами, типа Биг Жреца или Контроль Война. Всегда печально видеть уход карт с ключевыми персонажами в вольный формат, и Король Лич, очевидно, не исключение. Будем надеяться, что Blizzard сдержит обещание с возвращением некоторых карт в стандартный формат, и если это произойдет, любимые многими игроками персонажи будут первые в очереди. Пусть с некоторыми изменениями, но первыми. Что ж, и остались карты последнего дополнения, а именно Кобальдов и Катакомб, с которыми появилось много интересного, и впервые были представлены легендарные пушки. И одна из таких оказалась настолько легендарной, что вокруг себя образовала отдельный революционный архетип, который не содержал карт существ. Как вы уже догадались, речь идет о Рок-де-Ларе и архетипе Спел-Охотника. Этот архетип появился с Кобальдами и Катакомбами, и в тот же миг стал чуть ли не самой популярной колодой в ладере. Обрел неплохой винрейт и сохранил его практически до самого конца существования сета карт Кика. Довольно неплохая карта и колода, соответственно, полюбилась многим игрокам. И если бы не Декар-Эксара, колода могла бы быть куда более сбалансированной, и в результате хантов бы не так сильно хейтили. Но что было, то было. К сожалению, если вы являетесь ярым фанатом Спел-Охотника, этот архетип уже с начала апреля полностью перейдет в вольный формат, и что появится на его месте, мы можем только гадать. Еще одна легендарная карта оружия, которая кардинально изменила взгляд на Стражу Ужаса, и собой, так же как и Рок-де-Лар, не без помощи Куба, конечно же, но создала новый архетип Чернокнижника, это пушка Череп Монари. Перед ее выходом никто особо не возлагал на нее надежды, ведь у нее даже атаки нет. Но если серьезно, после появления Чернокнижник получил возможность просто улетать вперед по темпу, выставляя нереально мощные провокации за 9 маны уже на 5-6 ходу. И что самое смешное, иногда это не помогало. Без Черепа Монари мы, очевидно, потеряем еще один архетип, хоть это было понятно еще с выхода Стража Ужаса в Зал Славы. И Локи потеряет возможность так быстро прыгать по темпу, что в принципе неплохо. Правда, с учетом выхода остальных карт, одна из которых еще встретится в топе, играть классу останется только агрессивными архетипами. Предпоследним местом владеет один из пяти суперзлодеев. И нет, это не новый инсайд с легендаркой Вихлепыха, а его версия из Кобальдов и Катакомб, которая вокруг себя создала новый архетип колод, который так и называется Вихлепыха и затем название класса. Самым удачным классом для использования этой легендарки стал Друид. Правда, теперь с выходом Вихлепыха, да еще и близости к природе, от этого архетипа не останется и следа. Мне на самом деле жаль, потому что колоды на Вихлепыхе относились к вымирающему виду скиллозависимых колод, где вы не просто кидаете карты, подсвеченные зеленым или желтым цветом, а на самом деле продумываете по несколько ходов наперед. Нет, я не ошибся, все правильно, Ведьмин лес. И последнее место это совершенно неожиданное, хоть и крайне приятное дуо, которое не своевременно покинет стандартный формат, а именно Баку и Ген. Честно скажу, об их выходе я максимально не жалею, даже несмотря на то, какое влияние эти карты оказали на всю мету года Ворона. После ввода Механик Чет-Нечет, колоды, построенные таким образом, не выходили из меты и зачастую находились в Тир-1, особенно паладины. Думаю, вы прекрасно понимаете, насколько пагубное влияние оказало введение этих карт на ХС, что эти карты выводят из стандартного формата вне очереди. Зато пыли много хех. Гены Баку сейчас есть, наверное, у каждого игрока, и без них на данный момент сложновато взять легенду, что очевидно показывает их сакральность в этой мете, что не должно происходить с картами по завету пятой команды, которая стремится свести количество карт, без которых не может обойтись ни одна колода к минимуму, что и привело к признанию ошибки с добавлением Чет-Нечет Механик. И, очень надеюсь, отличной работы над ошибками в следующем году, которые уже вот-вот наступят. Что ж, но на этом ролик подходит к концу. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, буду крайне благодарен лайку и подписке на канал, а также вашим комментариям по поводу этого топа. Что бы вы в нем изменили? Считаете ли вы правильным то, что в легендарных пушках я не указал погибель королей? Все же архетип был создан, хоть и не показал таких сногсшибательных результатов, как Рок де Лар. О том, что я, наконец, составил регулярный график стримов, которые будут проходить в 17 часов по МСК каждый понедельник, среду и субботу на Ютубе. Обо всех остальных новостях касательно Нового года, инсайдов и прочей интересной информации вы сможете узнать в моей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. А за микрофоном был, как всегда, Плагиат. Удачно вам отметить конец года и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok